Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео авторына. Кстати, если вы еще до сих пор на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто. Ну а если интересуют машины в наличии, либо вакансии, все это смотрите по ссылкам, которые будут в описании под видео. Добро пожаловать на очередную серию наших сравнительных обзоров. И в сегодняшнем обзоре мы смотрим на эволюцию японского компактного хэтчбека. Модель эта крайне популярна, она очень массовая и на вторичном рынке представлена аж в двух поколениях одновременно. Причем стоимость этих автомобилей значительно отличается между собой. На примере Toyota Passa второго и третьего поколения разберемся, имеет ли смысл переплачивать за более современную версию. Второе поколение компактного хэтчбека Passa появилось в 2010 году. Эту машину выпускали по 2016, проведя через рестайлинг в 2014 году. По моторам здесь было два варианта бензиновых двигателей. Литровый на 69 лошадиных сил и двигатель 1,3 литра на 95 лошадей. Коробка передач только вариаторная, а по типу привода литровые Passa могли быть и 4WD. Наш сегодняшний экземпляр это 2014 год, литр, вариатор, передний привод. Третье же поколение, которое выглядит как глубокий рестайлинг второго, перехватило эстафету. В 2016 автомобиль выпускался по 2023 год. При этом в 2018 его провели через рестайлинг. Выбора по моторам здесь не было вовсе. Только литровый вариант на 69 лошадиных сил. Только вариатор, ну а по типу привода передний либо полный. Наш экземпляр 2018 года с пробегом по Японии всего 47 тысяч километров. Что касается габаритных размеров. Вторая генерация имеет длину кузова 3 метра 65 сантиметров. Ширину 1 метр 66 и высоту 1 метр 53 сантиметра. Колесная база этой машины 2,44. Снаряженная масса 910 килограмм, а максимально разрешенная полная 1185 килограмм. Третий пасса сохранил практически те же размеры кузова. Длина 3,65, ширина 1 метр 66. А вот высота стала чуть меньше 1 метр 52 сантиметра. Зато колесная база здесь увеличена и теперь составляет 2 метра 49. Что касается толщины окрасочного покрытия, то белый пасса 2014 года в нашем случае имеет сложный цвет. Это белый перламутр. Многослойный окрас демонстрирует разброс показаний толщиномера в диапазоне от 140 до 170-180 микрон. Причем этот разброс абсолютно идентичный по всем элементам кузова. И проемы здесь в том числе окрашены чуть толще, чем мы привыкли видеть. Порядка 70-90 микрон. Что касается третьего поколения, то здесь толщина окрасочного покрытия, в принципе, стандартная. Разброс показаний толщиномера здесь от 100 до 130 микрон. При этом надо отметить, что, как правило, компактные автомобили для внутреннего японского рынка окрашены более тонким слоем, где-то в 80 максимум 90 микрон. Так что маленький пасса демонстрирует вполне взрослые значения. Кстати, у этого кузова передние крылья и крышка багажника и вовсе выполнены из пластика. Обзор автомобилей внутри. Начнем с багажника и начнем с более старшего варианта. Доступ сюда нам открывает металлическая, напомним, крышка багажника. Камера заднего вида смонтирована прямо на ней. Абсолютно не потайной монтаж. Ширина проема по его средней части здесь 98 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 83. Длина багажника по полу приподнятой спинке заднего сидения 54 сантиметра. А ширина 102. Для перевозки габаритного груза у пасса второго поколения можно сложить заднее сидение. Делается это на самом деле довольно интересно. Подушка ныряет вниз, выравнивая площадку с полом. И следом сверху на нее ложится спинка сидения. При сложенных сидениях вы вправе рассчитывать на полезную длину порядка 136 сантиметров. Ну а если груз максимально длинный и при этом узкий, и вы проталкиваете его до передней панели, то вы увезете здесь нечто длиной до 2 метров 17 сантиметров. Что касается каких-то дополнительных интересных моментов в багажнике этого хэтчбека, здесь их по большому счету нет. Если не считать небольшого кармашка на правой стороне на пластиковой панели. Ну а под фальшполом нас ожидает полноценная докатка и набор штатного инструмента. Ну а теперь посмотрим более современную версию. Здесь крышка багажника уже пластиковая, штатная камера заднего вида установлена условно-скрытно. При первом поверхностном взгляде в багажник этого хэтчбека становится видно, что он слегка поменьше по размерам. Что касается проема, здесь он более узкий, и его ширина не достигает в средней части 90 сантиметров. Расстояние от фальшпола до крыши тоже стало меньше, 78. На 4 сантиметра снизилась и длина багажника по полу. Теперь это ровно 50 сантиметров. Претерпел изменения и механизм складывания спинки заднего сидения. В данном случае подушка у нас стационарна, и складывается только сама спинка. При этом ровного пола вы уже не получаете. В любом случае у вас будет присутствовать ступенька. Расстояние от крышки багажника до спинки переднего сидения в данном случае 127 сантиметров. А расстояние до передней панели едва достигает 210. Так что салон у PASSA третьего поколения однозначно стал меньше в длину. Нет здесь больше и кармашка по правому борту. Никаких дополнительных ниш в багажнике PASSA третьего поколения больше не присутствует. Под фальшполом картина не изменилась. Здесь по-прежнему докатка и штатный инструмент. С точки зрения своих грузовых возможностей, более пожилой автомобиль оказывается хоть и на чуточку, но предпочтительней. Что касается моторной гаммы, этот вопрос здесь можно осветить очень коротко. Четырехцилиндрового мотора 1НРФЕ объемом 1,3 литра на 95 лошадей, который ставился во второй PASSA в третьем поколении больше нет. И в любом случае более свежая машина будет с тремя цилиндрами. Двигатель несет одинаковую маркировку. Это 1КРФЕ. Алюминиевая рядная тройка с цепным приводом газораспределительного механизма и самым обычным распределенным впрыском топлива. Без гидрокомпенсаторов зазоры клапанов регулируются подбором специальных толкателей. Правда, делается это на очень больших пробегах, когда большинство владельцев уже успевает заменить мотор на контрактный. При этом, несмотря на одинаковую маркировку, двигатели под капотами двух поколений автомобилей визуально отличаются прежде всего конфигурацией впускного тракта. Хотя даже на более современной версии по-прежнему сохранена особенность в виде того, что клапанная крышка, сделанная из пластика, представляет собой и нижнюю часть корпуса воздушного фильтра. Основное отличие заключается в более развитой системе экологии, на более современном варианте. Что касается надежности, на самом деле, 1КРФЕ – это хороший надежный двигатель, который работает под 250 тысяч километров и более. Если вовремя менять масло, его объем здесь совсем небольшой – 3,1 литра, а вовремя – это раз в 7-8 тысяч километров. А также периодически чистить впускной коллектор, особенно на моторах, снабженных системой EGR. Слабых мест у этих моторов не так много. Некоторые владельцы отмечают не очень большой ресурс цепи ГРМ, которая иной раз просится на замену на пробегах около 120 тысяч километров. Также здесь от перегрева могут залечь кольца, и тогда двигатель огорчит вас появлением расхода масла на угар. Правда, кому-то в этом плане помогает раскоксовка. Ну и третий недостаток, с которым никак, увы, не побороться – это вибронагруженность и шумная работа подобного агрегата. Зато стоимость такого двигателя на вторичном рынке в виде контрактной запчасти по-прежнему очень и очень небольшая. Как, кстати, и эйсиновского вариатора K-серии, который устанавливается на эти автомобили. Ресурс вариатора превышает 200 тысяч километров пробега. Не перегревайте и меняйте рабочую жидкость раз в 30-40 тысяч. Ну а теперь про салоны. У Toyota Pass 2-й генерации интерьер, благодаря своей цветовой гамме, выглядит весьма уютным, домашним и при этом, кстати говоря, простым. Ключевая фишка этого салона – сплошной передний диван. Правда, обе половинки имеют регулировки, а сидение водителя – еще и регулировку по высоте. Кстати, ее запас весьма неплохой. При росте 1,86 м я устраиваюсь за рулем этого автомобиля удобно. И еще остается запас, куда отодвинуться. При таком варианте мне, конечно, не хватает длины салона, чтобы полностью распрямить ногу в колени, но это практически получается. Для более комфортной повседневной езды я бы пододвинулся ближе. Рулевая колонка имеет регулировку только по наклону. Комбинация приборов крайне простая. Здесь доминирующее положение занимает спидометр с цифрами огромного размера. Внизу небольшой жидкокристаллический экран, на который выводятся показания одометра и уровень топлива, а с левой стороны вертикально расположены символы, обозначающие задействованный режим работы коробки передач. Подрулевые переключатели здесь находятся на своих местах, пользоваться ими удобно, переключаются без дешевых пластмассовых щелчков. А селектор КПП у нас на рулевой колонке. И, кстати, при регулировке ходит вместе с ней. Что касается опоры для локтей. На дверной карте у вас присутствует жесткий пластмассовый подлокотник. Правда, он находится абсолютно на своем месте, и вкупе с ручки открывания-закрывания двери получается довольно удобное. С точки зрения эргономики сочетание. Центральная часть спинки сидения может откидываться, и тогда вы получаете удобный большой подлокотник. С небольшим кармашком и довольно вместительным центральным боксом. В плане органов управления и кнопочек все простенько. Здесь стандартный блок стеклоподъемников, водительское стекло с авторежимом, остальные просто электрические. Справа от руля располагается блок управления боковыми зеркалами, а с левой стороны мультимедийная система, на которой выводится картинка с камеры заднего вида, и блок управления климат-контролем. Климат здесь автоматический. Обороты вентилятора и температура регулируются при помощи больших кнопок-качалок, а остальные дополнительные функции вписаны в окружности. Удобно и после некоторой привычки можно пользоваться не глядя. Здесь же разъем USB и AUX. На этих автомобилях он уже есть. 12-вольтовая розетка, небольшой крючок, куда можно подвесить пакет до 3 кг весом, и удобная полочка внизу центральной консоли. Здесь же два подстаканника. Основной перчаточный ящик не очень большой, но под документы пойдет. И присутствует дополнительная ниша, куда можно что-то спрятать под передним пассажиром. В плане обзорности все отлично. Линия остекления здесь очень низкая. Сама по себе передняя панель тоже достаточно низкая. Боковые зеркала, несмотря на зауженную форму, большой площади. Пользоваться удобно. Плюс с краю присутствует небольшое закругление, которое призвано ликвидировать мертвые зоны. А вот капот на этом автомобиле полностью невидимый, так что к передним габаритам придется привыкнуть. Благо он не длинный. Что касается заднего дивана. Он очень мягкий, при этом полностью плоский. Это касается как подушки, так и спинки. Регулировки наклона спинки здесь нет. Одно единственное зафиксированное положение, но при этом оно удобное. Спинка переднего сидения мягкая, поэтому даже с учетом того, что при нынешней регулировке мои колени при росте метра 86 с ним контактируют, это не вызывает дискомфорта. Тоннель на полу присутствует, но он небольшой по высоте. Среднего подлокотника здесь нет. Присутствуют только жесткие пластиковые подлокотники на дверных картах. Но вот никаких ручек держаться для задних пассажиров не предусмотрено вовсе. Их нет здесь даже на потолке. Излишне говорить, что кроме стеклоподъемников задним пассажирам больше здесь ничего не положено. Зато запас пространства над головой очень даже неплох. Ну а теперь давайте сравним салон третьей генерации с предшествующим поколением. Первое, что бросается в глаза, это довольно-таки сильно переработанный стиль оформления интерьера. Хотя пластик остался все тем же жестковатым. Переднее сидение по-прежнему представляет собой сплошной диван. Здесь все так же присутствует подлокотник. Правда теперь он стал короче. И сам бокс в нем уменьшился в размерах. Также с дверной карты исчезла удобная ручка, за которую можно было держаться. И теперь жесткий пластиковый подлокотник представляет собой один сплошной элемент. Сюда же на подлокотник переехал и блок управления зеркалами. И это, кстати, удобнее, чем искать его на ощупь за рулевым колесом. Что касается посадки, принципиальных изменений здесь не видно. При росте 1,86 м я все так же удобно устраиваюсь за рулем. А при отодвинутом назад сидении угол ноги согнутой в колени ровно тот же, что и в предыдущем кузове. Здесь также присутствует регулировка рулевой колонки, только по наклону. Регулировки по вылету нет. Подрулевые переключатели поменяли дизайн. И, что характерно, поворотники теперь нефиксируемые. Впервые подобное решение мы наблюдали на автомобилях марки Opel. И тогда оно было встречено с изрядной долей скептицизма. Хотя для кого-то это вопрос привычки. Комбинация приборов теперь тоже кардинально изменилась. Отцифровка на спидометре более не столь крупная. Появились отдельные колодцы. Появился тахометр в комбинации приборов. Но она все так же по-прежнему хорошо читается и симпатично выглядит. Двигатель теперь запускается не поворотной кареткой, а кнопкой старт-стоп справа от рулевого колеса. И здесь же располагаются клавиши системы стабилизации, появившаяся кнопка старт-стоп и система предотвращения столкновений, чего на предыдущей машине не было. Более привычную форму принял селектор коробки передач. С рулевой колонки он переехал на центральную консоль. Здесь же у нас панель климат-контроля. И в чем-то она стала поудобнее, чем на предшественнике. Регулировка температуры теперь осуществляется круглой шайбой, крупная кнопка авторежима и регулировка вентилятора. Также на отдельные хорошо распознаваемые клавиши с дополнительными нанесенными сюда рисками. Так что управлять вентилятором можно теперь на ощупь, не отвлекаясь от дороги. Климат автоматический. Небольшая полочка сверху сохранилась, а вот полки внизу, увы, теперь нет. Она переехала практически на пол и превратилась в маленький карман. Как нет, здесь больше и подстаканника. Мультимедийная система сохранила свою диспозицию. Здесь также есть камера заднего вида. Вопросов по эргономике ноль. Подстаканники у нас перебазировались теперь под дефлекторы вентиляции, подобно тому, как это сделано на Хонде Фрид. А бардачок стал более привычной формы и крупнее. Хотя и ненамного. Радует, что сохранился по-прежнему ящик для мелочей под передним пассажиром. Ну, а внизу дверных карт у нас узенькие и недлинные кармашки, передняя часть которых отформована под бутылочку. Что касается обзорности, то принципиальной разницы между вторым и третьим поколением не видно. Столь же низкая линия остекления. Передняя панель стала чуточку повыше, но на обзорности это не сказалось в негативную сторону. Капот по-прежнему невидимка, а вот боковые зеркала стали еще уже к краю. Хотя нельзя сказать, что это пошло в ущерб функционалу. Что касается заднего дивана третьего пасса, то здесь объективно больше места для ног. Чем это было у предшественника? Сказывается более длинная колесная база и немножко другая компоновка салона, по всей видимости. Колени при моем росте 1,86 м и при моей же регулировке водительского сидения вообще не касаются спинки. Здесь она столь же мягкая, а вот само сидение стало жестче, чем было на предшественнике. Хотя при этом сохранила полностью плоскую форму спинки и подушки. Тоннель на полу стал чуть повыше. Подлокотники на дверных картах по-прежнему жесткие. По-прежнему нет ручек для того, чтобы держаться задним пассажиром. И по-прежнему нет центрального подлокотника. Чисто субъективно угол наклона спинки сидения на предыдущем кузове был поудобнее, так как оно там более пологое. Но места над головой здесь по-прежнему много. Что касается дорожного просвета и проходимости этого хэтчбека, при первом взгляде со стороны видно, что у пасса есть определенное преимущество в виде практически отсутствующих свесов не только заднего, но и переднего. Однако давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с клиренсом. Низшая точка, в данном случае под самим автомобилем, это поддон коробки передачи. Расстояние от него до асфальта 18 см. Естественно, в случае, если сюда будет установлена дополнительная защита моторного отсека, это расстояние будет меньше. Сам передний бампер находится на отметке 21 см от асфальта, а резиновый брызговик под ним. Расстояние до порога за передним колесом 17 см. В задней части порога 18 см, а до края заднего бампера целых 27 см. Так что клиренс этого компактного хэтчбека весьма неплох. Ну а теперь посмотрим, в какую сторону поменялся дорожный просвет. У третьего пасса самая низкая точка под днищем будет под стабилизатором поперечной устойчивости. И до него от асфальта 16 см. Передний бампер находится на расстоянии 20 см от поверхности земли, а резиновый брызговичок в 15 см. За передним колесом до порога 16 см. В задней части 18 см, а под задним бампером 28 см. Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на современную тенденцию делать автомобили все более и более низкими в плане дорожного просвета, у пасса третьего поколения с этим параметром все по-прежнему в норме. Что касается подвески, то у этого автомобиля классическая ходовая часть для компактных хэтчбеков. Передняя подвеска типа Макферсон. Передние рычаги здесь имеют впрессованные шаровые опоры, которые, по задумке производителя, меняются вместе с ними в сборе. А стабилизатора поперечной устойчивости на этой модификации нет вовсе. Рулевая рейка здесь электрическая и не особо хлипкая, надо отметить. Ну а что касается антикоррозийной обработки, картина в целом типична для автомобиля с внутреннего японского рынка. Здесь присутствует только шовный герметик. Правда, довольно обильно нанесенный. При этом центральная часть днища не имеет никакой обработки вовсе. Так что для тех из вас, кто планирует эксплуатировать такие машины в регионах с большим количеством реагентов на дорогу в зимний период, крайне желательно озаботиться дополнительной обработкой кузова. Топлерный бак, находящийся перед задней подвеской. Здесь металлический его объем 40 литров. И горловина тоже, кстати говоря, выполнена из металла. Поэтому на возрастных пассах вполне может встречаться коррозия. Так что на этот предмет нужно обязательно проверить данные компоненты топливной системы. Что касается подвески, она самая обычная, зависимая. Здесь два сайлентблока балки и сайлентблоки втулки на амортизаторах. Больше, собственно говоря, выходить из строя здесь особо нечему. Пружина и сами амортизаторы здесь отдельные. Ну а задние тормоза на этих автомобилях барабанные. Что касается антикоррозионной обработки под днищу в задней части машины, то здесь также сугубо следовое ее количество в виде герметика на соединительных швах кузова. Что касается передней подвески, схема та же, макферсом. Шаровые опоры все так же, по задумке производителя, нужно менять вместе с рычагами. Зато здесь добавился стабилизатор поперечной устойчивости, который закреплен под рамкой телевизора. Так что доступ к его креплениям здесь эталонный. Что касается антикоррозионной обработки, то никаких изменений. По-прежнему никакого дополнительного антикора. Тот же самый шовный герметик, причем практически в той же ширине. Топливный бак сохранил свое размещение, но при этом убавил в объеме. Теперь 36 литров. Выполнен он из пластика, а вот заливная горловина здесь по-прежнему металлическая. Так что единственное, что тут может проржаветь, это как раз таки она. По задней подвеске концептуальных изменений нет. По-прежнему балка, два сайленблока, втулки на амортизаторах и все тоже размещение пружины и амортизатора по отдельности. Задние тормоза все так же барабанные, поэтому здесь каких-то революционных изменений мы не наблюдаем. Как не наблюдаем и слоя антикоррозийной защиты сзади вообще нигде. Ни над баком, ни в районе усилителя бампера. На этом очная ставка двух компактных японских хэтчбеков подошла к концу. Надеемся, теперь у вас появилось понимание, что представляет собой каждое из поколений. И ответить на вопрос, стоит ли покупать более дорогой свежий автомобиль, вы для себя сможете. Если обзор вам понравился, оказался полезен, ставьте лайки и не забывайте писать в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших сравнительных обзорах в будущем. Ну а если заинтересовал какой-то из экземпляров, которые оказались сегодня у нас в обзоре, есть шанс, что к моменту, когда видео будет опубликовано, они все еще будут в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю дополнительную информацию уточняйте по телефону, он указан в описании. Звоните, пишите, задавайте вопросы. На этом же номере есть WhatsApp. Всего доброго, спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!